На аппаратном совещании в администрации обсудили паводок. В Искитиме он прошел без происшествий. Подтоплений не было, однако опасность, что ряд домов частного сектора окажутся в воде, все же была. Подробности в сюжете. Чуть больше 4 миллионов рублей были выделены из местного бюджета на борьбу с паводком, уборка и вывоз снега с дорог и подтопляемых территорий, откачка воды – основные мероприятия. Был утвержден план примитивных мероприятий, создан резерв инертных материалов, щебень, песок, кутовый камень. Уточнены адресные списки маломобильных граждан, проживающих в подтопляемых зонах и по линии медицинской службы, и по линии служб социального обслуживания. Распоряжением главы также была создана мобильная группа помощи в составе 4 человек и 2 автомобилей для оказания помощи маломобильным гражданам, попавшим в зону подтопления. В составлении прогнозного плана специалисты опирались на многолетние наблюдения и исходные данные, которые подает метеостанция. В этом году мы не прогнозировали подтопление домов частного сектора реками. В период активного снеготаяния не исключались риски подтопления пониженных участков частного сектора, а также придомовых территорий, расположенных на пути движения склоновых вод. Павдок прогнозировался без особых сложностей, хотя мы всегда готовимся к самому сложному сценарию. В реке Берть повышение уровня воды было на 40 сантиметров от нулевой отметки. В малых реках цифра тоже незначительна. Пропускную способность пришлось увеличить на реке в микрорайоне Ложок. 7 апреля на реке Шипуниха на технологической трассе Новосибирского карьера управления Вместе к Тимскому карьеру мы были вынуждены делать прорану, так как водопропускное устройство под дорогой не справлялось с потоком воды и была угроза подтопления двух частных домов по улице Крестьянская. Через два дня дорога была восстановлена. Все службы, отметил Александр Мальцев, с поставленными задачами справились. Продолжение следует...